Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале новой торговой пятидневки. Будем надеяться, что она снова принесет нам очень много торговых возможностей, которые мы непременно используем и проведем в наших каждодневных спекулятивных сделках к достойному результату. Забегая вперед, хочу сказать, что на этой неделе нам есть к чему стремиться, поскольку буквально впереди долгожданное двухдневное заседание ФРС, где мы ждем новой конкретики по перспективам нормализации денежно-кредитной политики. Что касается кодового слова, то, разумеется, как и всегда, сегодня оно будет обозначено. Напомню, что кодовое слово позволит вам получить дополнительный бонус плюс к тем акциям, которые действуют в рамках нашей компании на пополнение. И чтобы воспользоваться им, достаточно будет произнести это слово вашему персональному менеджеру. Сегодня величина бонуса составляет семь с половиной процентов, достаточно много, но я думаю, что для того, чтобы начать эту торговую пятидневку, в понедельник все-таки настроение не такое приподнятое, как в пятницу, это неплохое начало дня. Также хочу отметить, что сегодня в 16.30 состоится мой традиционный вебинар «Правильный понедельник», где мы также детально проанализируем основные фундаментальные события прошлой недели. Плавно перейдем к тем возможностям спекулятивного и информационного характера, которые нас ожидают в ходе этой торговой недели. И в конце, с заключительным слайдом, я продемонстрирую вам краткосрочные ценовые ожидания по наиболее популярным валютным активам. Соответственно, к вашему мнению, видению рынка это будет дополнительным подспорьем, что позволит в целом сформировать объективное представление, чего же все-таки можно ожидать по тем или иным тандемам, валютных активов. Сейчас предлагаю, собственно, переходить к нашему брифингу. Не будем нарушать наш традиционный сценарий. Это начало через перспективы нефти и российской валюты. Про нефть есть что сказать, поскольку мы констатируем реализацию еще одной долгосрочной инвестиционной идеи, которая, в принципе, была закрыта, я надеюсь, по тейк-профиту тех, кто присоединился к ней довольно-таки давно, это по Brent на уровне 55 долларов за бар. Что касается общего фундаментального фона, то, как вы прекрасно знаете, на рынке сейчас достаточно факторов, которые оказывают такое серьезное влияние разгрузочного характера на перспективу и динамику энергоресурсов, как Brent, так и WTI. Ключевая идея, она остается прежней, это серьезное расхождение между спросом и предложением, но мы обрастаемся новыми фактами, информационными подтверждениями, статистикой, которая еще больше позволяет нам, еще больше уверенности позволяет делать ставку на реальное расхождение как раз того, что мы наблюдаем по факту спроса и тем, что мы видим с точки зрения предложения. Напомню, что затяжной коррекционный тренд по черному золоту был, значит, еще довольно-таки давно. Это связано было как раз с увеличением предложения и вспомним ноябрьское заседание ОПЕК, которое было повторено в плане риторики уже в этом июне, когда нефтяной картель решил сохранить прежние объемы выработки на уровне 30 миллионов баррелей в сутки. Мы, конечно же, руководствовались этим информационным фоном, но и самостоятельно проанализировали текущие объемы производства отдельно по странам. Мы пришли к выводу о том, что на самом деле объемы выработки уже превышают 30 миллионов баррелей. Не удивлюсь, что если актуальная статистика, которую мы проанализируем, скажем, в начале августа, покажет, что текущие объемы производства нефти в рамках ОПЕК уже превышают 32 миллиона баррелей в сутки. Также у нас по-прежнему в качестве дополнительного негативного фактора для нефти выступает еще и сделка с Ираном. Возможность снятия финансово-экономических санкций, разумеется, станет причиной еще большего увеличения предложения энергоресурсов на рынке. Но есть еще и локальная макроэкономическая статистика, которая позволяет нам, скажем, в другом свете взглянуть на общее состояние мировой экономики. Мы знаем то, что сейчас общий темп экономического прироста мировой экономики оставляет желать лучшего. Достаточно посмотреть на ту объективную слабость, которая характерна для еврозоны и еще большую слабость, которая характерна для экономики поднебесной, то есть для Китая. В пятницу у нас был день индекса производственной активности. Разумеется, это показатели, которые настраивают нас на определенную статистику уже по темпам экономического роста. И здесь мы вынуждены констатировать еще один фундаментальный пласт очевидной слабости. По еврозоне поговорим чуть позже, но раз уж зашел разговор про Китай, тут сразу хочу отметить, что статистика оказалась уже некуда. По факту мы увидели то, что производственный индекс HSBS составил 48,2. Это не просто показатель, который демонстрирует тенденцию пребывания уже в течение многих недель ниже уровня 50. Это по сути 15-месячный минимум. Соответственно, если производственный индекс находится в таком катастрофическом состоянии, ни о каком расширении темпов экономического роста не стоит и говорить. И если мы будем анализировать эту статистику с точки зрения, опять же, объективного вклада Китая в общую динамику на сырьевые товары и, соответственно, в перспективе пониженный спрос, можно сказать, что нефть в пятницу столкнулась еще одним разрушительным эффектом с точки зрения своих, может быть, для кого-то еще долгосрочных длинных перспектив. Мы же отмечаем, что эта статистика выступает еще одним фактором того, что нефть нужно продолжать продавать. Очень важно, что сейчас на рынке уже трейдеры констатируют не факт коррекционной динамики, уже мы видим, как на рынке меняются ожидания по будущим ценовым перспективам энергоресурсов. И если раньше было мнение того, что, конечно же, эта локальная статистика может стать причиной такой же локальной разгрузки, но, по сути, дно уже достигнуто, то сейчас говорят, что дно на самом деле еще не достигнуто, и оно может оказаться гораздо ниже тех значений, на которых бренд торгуется сейчас. Наша цель 55 реализована, я предлагаю на этом не останавливаться. И поскольку общий фундаментальный фонд способствует тому, чтобы мы также продолжали делать коррекционную ставку на перспективы этого актива, я считаю то, что можно продолжить снижаться вместе с ним. Следующая цель очень, конечно же, амбициозная. Это, по сути, еще 10% коррекции и движение в район 50 долларов за баррель. Поскольку у нас есть возможность анализировать, по сути, в ежедневном формате общий фундаментальный фонд, я думаю, что сейчас, пока нет предпосылок для роста, давайте делать такую же коррекционную ставку. Если эти основания появятся, мы сможем быстро перегруппироваться и изменить представление, обозначить новые цели, но это уже будет потом. И еще чуть не забыл один негативный фактор. Также мы каждую неделю анализируем общее состояние по запасам нефтересурсов в Кушинге, общую динамику, скажем, запасов США. И сейчас стоит уже по факту прошлой неделе АПИ и данных Министерства энергетики США констатировать, что запасы снова стали расти. АПИ, собственно, начала неделю фактом подтверждения роста, и Минэнерго США подтвердила то, что действительно запасы как в целом производства, так и запасы Кушинги подросли. Я думаю, что, в принципе, эта неделя может стать началом новой тенденции уже роста с точки зрения официальной статистики. И еще один момент – количество буровых. Если на прошлой неделе их было в США 638, то эта неделя начинается уже совершенно другой цифрой – 659. Поэтому, делая ставку как раз на увеличение предложения и на фоне слабого спроса, у нас на одной чаше весов достаточно факторов, указывающих на то, что ключевые производители постоянно увеличивают производство, а вот на другой чаше весов как раз мировой спрос, к сожалению, он даже и близко не приблизился к тому значению, чтобы выровнять эти весы. Напротив, мы видим то, что мировая экономика испытывает все новые и новые проблемы. И последние прогнозы Международного валютного фонда указывают на то, что в ближайший год надеяться на восстановление пока не приходится. Поэтому среднедолгосрочная идея инвестиционная как раз по нефти у нас направлена по-прежнему на продажу этого актива. Что касается рубля, можно уже констатировать тот факт, что корреляция между российской валютой и динамикой черного золота уже, по сути, практически стопроцентной. Ну, не будем делать погрешность там на несколько десятых процентов. А значит, коррекционная динамика, которую мы наблюдаем по нефти, разумеется, является причиной дополнительных витков девальвации, характерных для российской валюты. Рубль мы продаем очень давно и мы, скажем, несколько месяцев назад сделали ставку на то, что рублю придется столкнуться с объективной реальностью и, разумеется, потерять еще множество пунктов против основных конкурентов доллара и евро. Мы поставили цель 58 и можно говорить, что и по российской валюте по паре USDRAP наша цель реализована, потому что текущие актуальные котировки на премаркете уже сигнализируют о том, что рубль продолжает находиться под давлением и торгуется в районе 58-50 против доллара. То есть еще чуть-чуть и мы коснемся уж совсем затяжной идеи 60 рублей против доллара. И, честно говоря, глядя на динамику черного золота, оснований для этого более чем предостаточно. Также Центральный банк продолжает покупать валюту в рамках уже объявленного максимального объема 200 миллионов долларов в день. Есть, конечно же, краткосрочный фактор укрепления позиции российской валюты и этот краткосрочный фактор связан с налоговым периодом, потому что сегодня и завтра, собственно, будут осуществлены платежи российских экспортеров и исполнение налоговых обязательств перед российским бюджетом. По сути, суммы впечатляющие. Это традиционный летний период, повышенный спрос на рублевую ликвидность и налоговые обязательства, в частности, сегодня это практически 515 миллиардов рублей. Можно предположить, что те экспортеры, которые в целом и должны исполнять, а точнее все свои налоговые обязательства, они, в принципе, уже запаслись рублевой ликвидностью и, может быть, это уже никак не повлияет на динамику рубля. Если мы не увидели как раз укрепление позиции российской валюты в конце прошлой недели, скорее всего, это не произойдет и сейчас. Но я все-таки считаю, что краткосрочно у рубля есть локальные основания для укрепления позиций против основных конкурентов. И не удивлюсь, если сегодня мы сможем двинуться в район 57,5, ну это пока, скажем, максимум, на что может надеяться рубль, поскольку все-таки ситуация с нефтью сейчас довольно нетривиальная. Мы прекрасно понимаем, что нефть находится не просто под серьезным давлением. Нефть, по сути, с учетом того, что она потеряла за последние несколько месяцев больше 15% своей стоимости, один из самых главных аутсайдерных активов. И учитывая высокую степень корреляции, может быть, налоговому периоду будет не так уж и просто с точки зрения сопротивления бороться с объективной реальностью, характерной для коррекции черного золота. Но если отступить от краткосрочных идей, я считаю, что нужно сделать повторный акцент на то, что рубль все-таки испытывает серьезные проблемы. И если мы уже видим, что снижаются цены на нефть, я думаю, что не нужно говорить о том, с какими трудностями может столкнуться российская экономика в целом. Мы вернемся к показателям темпов экономического роста к статистике производственного сектора, да и, в принципе, анализу текущей ситуации в России чуть позже, когда будет новая статистика, это в начале августа. Но я думаю, что у нас будет еще одна порция негативных новостей, разумеется, которые сыграют против рубля. Поэтому 58,5. Многие считали, что этот уровень слишком крутоват для текущей экономической реальности. Мы же с самого начала отмечали, что рубль будет только терять. И сейчас, когда он находится на уровне 58,5, долгосрочная инвестиционная идея направлена на то, что 60 уровень также уже не за горами. Туда мы и целимся. Идем дальше. Евро-доллар. Откройте графики, посмотрите. Актуальная котировка сейчас примерно в районе 1,10. Могу ошибаться на несколько пунктов. Что касается общей фундаментальной картины по евро. Заключительные торговые сессии прошлой недели явно продемонстрировали тот факт, что евро сейчас находится в легком замешательстве. Волатильность была, конечно же, аховая. Больше 100 пунктов мы видели, как евро-доллар ходил вверх и вниз, но все равно остановился в районе очень серьезного сопротивления. В данном случае, наверное, это больше сейчас поддержка. Это уровень 1,10. Разумеется, от этого уровня и пойдет дальнейшая, долгосрочная и самая интересная инвестиционная игра. Потому что сейчас мы делаем ставку на то, что евро остается под фундаментальным давлением и достаточно посмотреть на последние актуальные цифры по динамике производственной активности еврозоны. Здесь радоваться нечем. У нас в пятницу были данные как по Германии, так и по еврозоне в целом. И в первом случае, во втором очень слабая статистика, что в целом готовит нас к довольно-таки слабым данным по темпам экономического расширения. Поэтому логичный вывод, который должен сейчас напрашиваться сам собой, это необходимость поддержки со стороны европейского мегарегулятора. Потому что мы также знаем, что инфляция находится далеко не на тех уровнях, которые хотелось бы видеть по факту агрессивного выкупа активов. Программа действует с, по сути, марта 2015 года, уже полгода. И, к сожалению, учитывая последнюю актуальную статистику, мы видим то, что инфляцию так и не удалось разогнать. Она находится в одном шаге от прежней дефляции, когда в принципе ЕЦБ стал говорить о том, что без дополнительной монетарной поддержки экономика просто не справится. Сейчас мы возвращаемся к этой идее. Если не помолив 60 миллиардов, значит нужно увеличивать программу количественного смягчения. И это долгосрочная инвестиционная идея, которая будет толкать евро-доллар вниз, указывая на более медвежьи перспективы. Ближайшая цель 1.05, но и наши ожидания касательно того, что есть основания движения в район паритета, они также сохраняют актуальность. Но пока руководствуемся более такой приближенной идеей 1.05, но это все равно около 500 пунктов. Достойная цель. Единственный фактор, который сейчас может выступить за евро даже в долгосрочном характере, это ожидание того, что программа количественного смягчения приведет к стремительному разгону уровня инфляции. Ожидание того, что агрессивный выкуп активов, стимулирование экономики станет причиной роста темпов экономического роста, выправит ситуацию с производственной активностью и позволит выкарабкаться экономике валютного блока из той пропасти, в которой он находится. Но вы прекрасно также понимаете, что это, скажем, было сказано даже с легкой иронией. Понятно, что это только мечты для монетарного руководства и, к сожалению, пока надеяться на это не приходится. До тех пор, пока мы не увидим позитива, в целом я считаю, что евро будет оставаться вместе, наверное, с нефтью и другими рисковыми активами одним из основных аутсайдеров. И здесь нужно делать ставку на еще большее коррекционное снижение. Тем более, что у нас по факту анализа двух валютных активов, евро и американца, есть еще и серьезная идея касательно актуальной ситуации с монетарным курсом. ЕЦБ у нас стимулирует экономику, а вот ФРС буквально в одном шаге находится от нормализации денежно-кредитной политики и повышения впервые за 10 лет процентной ставки. Разумеется, если это произойдет, если этот контраст будет усилен, а сомневаться в этом не стоит, до конца этого года, скорее всего, это и случится, значит на евро будет оказано еще большее фундаментальное давление. Ситуацию с Грецией мы вроде бы пока убрали на второй план. На прошлой неделе греческий парламент одобрил второй пакет реформ, соответственно, это еще один, скажем, еще один шаг в пользу того, чтобы тройка корридоров, ЕЦБ, Еврокомиссия и Международный валютный фонд все-таки начали процедуру предоставления спасительной ликвидности в тех объемах, в которых они обещали, то есть это третья программа финансовой поддержки. Но в целом здесь все реализуется согласно дорожной карте, только нужно сделать один, отметить одно маленькое но, или большое, но в зависимости от того, скажем, кому вы относите себя, к краткосрочным трейдерам, либо долгосрочным. Долгосрочным это, конечно же, большое, но поскольку в целом можно сказать, что Греция с учетом решения последних проблем только выиграла время. И по мнению многих аналитиков, уже те проблемы, которые мы анализировали последние несколько месяцев, снова станут столь же актуальными для греческой экономики буквально через полтора года. Но через полтора года, когда Афины попросят поддержки финансовой, может быть, также будут настаивать снова на списание долга, Германия уже не поможет, поскольку министр финансов Шойбле уже ясно дал понять, что единственная причина, по которой сейчас Германия пошла навстречу греческой экономике, так это просто последняя помощь, последняя поддержка, заключительный аккорд со стороны, скажем, знак внимания, лояльности со стороны ведущей экономики валютного блока. Но больше брать на себя ответственности, расходовать колоссальный объем ликвидности для спасения экономики, которую в целом спасти уже, наверное, невозможно, учитывая текущую экономическую ситуацию, Германия на себя брать не будет. Поэтому сейчас пока отключаем Грецию от определяющих факторов движения евро, но долгосрочно Греция, она никуда не денется, и я уверен, что именно эта маленькая страна станет, скажем, прецедентом развала валютного блока. Но это уже совсем на, скажем, перспективу. Что касается целей по евро-доллару, их уже определили, поэтому предлагаю двигаться дальше USD и иена. Также откройте графики, посмотрите, актуальная котировка сейчас 123.50, доллар по-прежнему старается подняться выше прежних значений, закрепиться за уровень 124, двинулся в район 125. Опять же, на этой неделе нас ожидают итоги двухдневного заседания. Я считаю то, что, учитывая последние макроэкономические данные, они были очень неплохими, у нас будет дополнительный арсенал для фундаментальных обсуждений и определения субъективного, скажем, анализа того, что же может последовать по факту решения ФРС. Что касается статистики, то здесь она у нас очень хорошая, точнее у американцев, поскольку на прошлой неделе было опубликовано отчет по динамике еженедельных заявок на пособия по безработице. Отчет оказался на уровне 255 тысяч, это ниже 300 тысяч. В целом мы отмечали, что если показатель ниже 300 тысяч, значит это хороший сигнал, который позволяет в целом надеяться на то, что экономика выйдет на показатели по безработице 5% до конца этого года. Но самое интересное, что это не просто был хороший отчет, это лучший макроэкономический релиз с ноября 1973 года, то есть за 40 лет. И эта историческая статистика будет, точнее, еще одним фактором для тех, кто сомневается в бычьих перспективах пересмотреть свое представление о будущем доллара. Поскольку в целом у нас статистика хорошая, и учитывая, скажем, такие исторические параллели, я думаю, что сомнения нужно убрать в сторону, как в данном случае вопрос Греции, и все-таки рассмотреть более, скажем, амбициозные, вызывающие бычьи и длинные представления по будущему пара USD и иена. Что касается других макроэкономических отчетов, были также опубликованы данные по рынку недвижимости, также статистика неплохая, и в целом это еще больше усиливает представление по поводу того, что экономика США в принципе уже достаточно готова, чтобы столкнуться с повышением процентной ставки. Поэтому мы делаем ставку на рост американца против японской иены. Наша цель пока 125, туда стремимся, но еще раз повторю, и не уставая это делать, то что 125 уверенно будет лишь промежуточным этапом для еще более интересного восходящего движения. Переходим на другие активы. Здесь особую ставку хочу сделать на новозеландский доллар, поскольку по итогам прошлой недели, по сути, новозеландница была одним из фундаментальных героев. Мы знаем то, что в ночь со среды на четверг резервный банк Новой Зеландии снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов с 3,25% до 3%, правда, логичная реакция по факту этого решения сразу не последовала. NZD USD вместо коррекции добралась до уровня 0,6693, но после трейдеры переосмыслив тот факт, что оснований для роста никак нет, и это решение является серьезным фактором разгрузки на долгосрок и даже среднесрочную перспективу, потащили пару уже вниз и собственно торговая сессия четверга была закрыта уже на 100 пунктов ниже хая в районе 0,66, а пятница показала то, что новозеландец находится под давлением и будет находиться именно там. Наша среднесрочная и долгосрочная идея направлена на то, что NZD USD может легко свалиться ниже уровня 0,65 и двинуться к той цели, которую мы поставили в районе 0,62. С чем связаны подобные ожидания? Мы увидели то, что ставка уже снижена. Руководитель резервного банка Новой Зеландии Увеллер отметил то, что в целом это продиктовано объективной реальностью, необходимостью поддержки экономики, поскольку действительно экономическая ситуация удручающая и связана прежде всего со снижением цен на сырьевые товары для Новозеландии. Ключевое, скажем, место отводится как раз снижение цен на молочную продукцию, поскольку это главный экспортный товар. Мы знаем то, что резервный банк Новой Зеландии не будет останавливаться на одном решении по снижению процентной ставки. И уже сейчас на рынке присутствуют идеи, представления о том, что до конца этого года ставка будет снижена еще дважды, то есть может быть в сентябре, и в декабре. И уже к, скажем, завершению 2015 года она будет находиться на уровне 2,5%, то есть потенциал о снижении ставки 50 базисных пунктов. И, разумеется, это произойдет вот уже в самое ближайшее время. В сентябре это фактически через месяц, а значит уже сейчас можно делать уверенную ставку на то, что новозеландец в принципе не сможет отделаться от серьезного давления как национального фона, так и растущего доллара. Поэтому NZD и USD является одной из ключевых и самых интересных коррекционных идей. Если мы делаем ставку на снижение новозеландской валюты, а непременно это произойдет, ведь монетарному руководству нужно снижать курсы новозеландцев, чтобы поддерживать национальных производителей. Я считаю то, что то же самое произойдет и в рамках резервного банка Австралии, потому что уже неоднократно мы слышали о том, что Стивенс готовит очередное решение по коррекции монетарной политики. И, собственно, мы как трейдеры и инвесторы ожидаем аналогичных действий уже и со стороны Австралии. Банк Англии, точнее Банк Канады у нас выступил своеобразной первой ласточкой. Напомню, что снизил процентную ставку несколько недель назад. После этого мы отмечали, что по тенденции велика вероятность того, что за Банком Канады последует по принципу монетарного руководства и сигналов поддержки экономикой резервный банк Новой Зеландии. И за резервным банком Новой Зеландии уже последует Австралия со своим решением. Поэтому и по австралийцу мы также делаем коррекционную ставку. Здесь еще стоит отметить, что австралиец находится под серьезным давлением, сейчас даже большим, чем новозеланец, поскольку пятничные данные по слабому показателю производственной активности HSBS Китая, одного из ключевых, точнее ключевого стратегического партнера Австралии, уже выступили сигналом того, что экономика Китая, как я уже отметил, продолжит снижаться. И эти риски будут дисконтироваться уже и австралийской экономике, поскольку здесь речь идет о взаимодействии в рамках поставки железной руды. И если Китай демонстрирует очевидную слабость, значит, в принципе, с таким же давлением столкнутся и цены на сырьевые товары. Для австралийца, для австралийской экономики определяющими являются как раз цены на экспортный ресурс, это железную руду. Поэтому в пятницу по факту слабой статистики мы увидели то, что австралиец оказался на шестилетнем минимуме. В целом это данные, которые были зафиксированы в районе 0,63 с небольшим, хотя сейчас, если быть совсем точными. Так, 60, точно сейчас не буду говорить, вернемся к актуальным котировкам чуть позже, но в целом это говорит о том, что австралиец находится под давлением и будет находиться именно там, учитывая снижение объективное, реальное снижение цен на железную руду и объективной слабости китайской экономики. Поэтому в качестве еще одного уцайдера мы прибавляем уже к новозеландцу еще и австралийца, у нас есть нефть, у нас есть рубль и у нас есть евро. Эти активы будут по-прежнему весьма интересными с точки зрения медвежьих ожиданий, я предлагаю именно туда иметь с точки зрения трейдинга. Что касается кодового слова на сегодня, это трапеция. Еще раз напомню, что величина бонуса сегодня семь с половиной процентов и я надеюсь, что этот бонус станет неплохим подспорьем к вашему депозиту, который уже используется в столь обширной спекулятивной деятельности. Вопросы есть? Тогда большое спасибо за внимание, ждем вопросов на нашем официальном канале Амаркет, составляйте их под видео окном. Всего доброго, до свидания.